Белое платье 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 И старики, и дети малые были очень гордыми. Наши мужики разбили супостатов. И справедливее русского нет ничего на свете. Елене – это привычка бабушки хорошо знакома. Называть фашистов не иначе, как супостатами. На взгляд бабушки супостатов не побеждают, а разбивают их. Как человек разбивает и выбрасывает вон все то, что недостойно существования. За прилежную работу для фронта бабушка и ее подруги были примированы ценными подарками – отрезами на платье. Были они, эти боевые подруги, уже в летах. Редкой не перевалило за 30. И все думали, что отрезы эти они выберут потемнее видом. Не так, мол, броско и не так марко. Но на удивление всем попросили они, чтобы выдали им материю посветлее. Как раз в район привезли белую бязь. Вот эту бязь бабушка и ее подруги и приняли в подарок, и решили пошить из нее платье. И когда в районе узнали о белых платьях, то очень их одобрили. Сам секретарь райкома сказал – правильно сделали, товарищи женщины. Победителей надо встречать только в белых платьях. Вскоре дедушка, тогда гвардии старшина с двумя рядами медалей и орденов, обнял в первый раз после долгой разлуки свою героиню. И не было на ней никаких отличий, а было только одно белое платье. Всех женщин тогда на митинге дедушка назвал гвардейками и поклонился им низко-низко, как никогда и никому не кланялся. Сейчас бабушка так смотрит на платье, будто видит его в первый раз, а в глазах ее такие горячие огоньки, какие бывают у человека, когда он вдруг соприкоснется со своим прошлым или приподнимет краешек завесы будущего и в радостном удивлении увидит его. Елена тоже не сводит глаз с бабушкиного платья и видится ей далекие сполохи военных горячих лет, какими они показываются в кино и по телевидению. Потом вдруг припоминается ей когда-то прочитанное, как для встречи возвращающегося из далекой ссылки мужа Ольга Сократовна Чернышевская, уже пятидесятилетняя, тоже шила новое платье. «Возьми, внученька». И Елена, как самую великую драгоценность, принимает на обе руки белое с буфами и напуском старое платье. Солдатская яблонька. До войны в наших ключках было много садов и колхозных, и индивидуального пользования. Росли они вдоль речки Ключихи. В войну садов не стало. В первый же год после окончания войны они вновь стали возрождаться. Только не на старом месте, а во дворах колхозников. Сейчас наши ключки – сплошной сад. Но можно сказать без преувеличения, что в каждом дворе есть яблонька, о которой говорят с особым уважением. Бывает так, водит-водит хозяин тебя по саду, а потом вдруг потеплеет лицом и с какой-то почтительной торжественностью произнесет «А это солдатская яблонька». Рассказывают, что дело было так. Осенью 42-го года немцы то ли с отчаяния за свои неудачи под Сталинградом, то ли по какой ошибке ночью зверски бомбили колхозный сад. Многие деревья оказались вырванными с корнем, другие – истеченными осколками, третьи – спаленными, догаривая черноты. Одна маленькая яблонька весенней посадки 41-го года воздушной волной оказалась выброшенной за плетень прямо на дорогу. Тут ее утром и подобрал солдат из части, идущий на помощь защитникам Сталинграда. Осмотрел солдат яблоньку и авторитетно изрек «Жива!» А когда часть проходила через ключики, забежал солдат во двор к Ефросинии-казачке и собственноручно высадил яблоньку на том самом месте, где росли огурцы да помидоры, а ребятишкам Ефросинии наказал ухаживать за яблонькой, потому что будут на ней яблоки не простые, а сахарные. Весною яблонька зазеленела, не сразу, говорят, зазеленела, болела долго, но ребятишки свято выполняли наказ солдата и как умели помогали яблоньке укрепиться. На следующий год и появились на ней плоды. Не ахти, какими сладкими они были, но ребятишкам и впрямь казались медом. К концу войны яблонька оформилась в цветущую красавицу и принесла столько яблок, что хватило их не только Ефросининым ребятишкам, а и соседским девчонкам и мальчишкам. Многие из нынешних ключевских папаш и мамаш как сказку рассказывают своим детям историю солдатской яблоньки. А когда уже после войны колхозники начали рассаживать свои сады, то каждый захотел иметь у себя солдатскую яблоньку и брал от нее черенки для прививки. Так и расселилась солдатская яблонька по всем ключевским садам. И поныне добрым словом вспоминают в ключиках безымянного солдата. Наверное, был он хорошим садоводом. Трофейный сын В семье Бельчиковых старшего сына Василия иногда в шутку называют трофейным. И Василий не обижается на такое, вроде бы и не совсем приличное для мужчины прозвище, только переглянется с отцом и матерью и усмехнется шутки. И отец с матерью тоже переглянутся между собой и вроде бы усмехнутся. А что ответить? Нечего ответить, когда если разобраться по существу с точки зрения военной терминологии, оно так и есть. Старший сын Бельчиковых не в семье рожденной, не молоком матери вскорбенной, а что ни на есть настоящий подарок военного времени. И была же загадка Аниси Тимофеевне Бельчиковой, когда в самое военное лихолетие, в то самое время, как в наших ключках почти полгода слышалось, как гудит земля в Сталинграде, вдруг принесли телеграмму с фронта. Не треугольник солдатский, не казенный пакет из части, которого как огня боялись ключевские женщины, а самую настоящую телеграмму на телеграфном бланке. Та телеграмма гласила «Встречай сына». Что подумала Аниси Тимофеевна, получив такую необыкновенную для военных лет телеграмму, а подумала она, что ошибочка вышла на телеграфе, и телеграмма пришла не по адресу. По телефону запросили район, то есть районный телеграф, но оттуда пришло категорическое подтверждение, что никакой ошибки нет, что телеграмма с фронта, и отправил ее никто иной, как законный муж Аниси Тимофеевны, гвардии рядовой Петр Васильевич Бельчиков. И ответ такой еще больше озадачил ключан и внес сумятицу в душу Аниси Тимофеевны. Что за сын? А самое главное, каким путем он мог оказаться у солдата? Три года Бельчиковы прожили и не заимели никакого сына. А тут спустя каких-нибудь полтора года, как призвали Петра в армию, вдруг у него появляется сын. Досужие молодые ключевские женщины сразу придумали версию, что не иначе муж Аниси сошелся с какой-то фронтовой сестрой, соорудил с ней сына, а поскольку его на фронте держать нельзя, то и шлет его на воспитание законной жене, рассчитывая по военному времени на ее сознательность. И рассудив так, посоветовали Аниси отправиться на станцию, встретить нерожденного сына, а потом уже начать разбирательство, что от чего и к чему. Пожилые женщины, а попросту говоря, ключевские старухи, утвердили версию молодых и тоже посоветовали Аниси отправиться на станцию и зла на встреченного ребенка не иметь, а взять его на воспитание до выяснения всех обстоятельств его появления на свет. До станции Аниси Тимофеевна шла пешком. И поскольку путь был зимний и неблизкий, то ей многое довелось передумать и не раз всплакнуть и от трудностей пути дальнего, и от непутевого поступка мужа, так нелепо погубившего их любовь. И поскольку ревнивая обида терзала сердце молодой женщины, то перед станцией ее стало брать раздумие. А как произойдет эта встреча? Кто доставит ей младенца? И как она вообще может узнать этого доставившего? Ворохнулась была радостная мысль, а может быть сам муж и будет этим самым доставщиком. И когда ворохнулась эта мысль, будто ребенок под сердцем матери, Аниси уже была готова простить мужу всякие фронтовые прегрешения. На станции не было ни души, только колючий ветер гулял по рельсам и по ним же гнал поземку. И ни один пассажирский поезд не шел по этим железным рельсам, а бежали по ним торопливые фронтовые составы, и не с людьми, а с боевой техникой. И ни один из них не думал остановиться, так что Аниси даже поругала себя за то, что поверила телеграмме мужа и свой приход на станцию посчитала поступком опрометчивым. И, наверное, отправилась бы в Освояси, если бы на ее счастье и счастье малолетнего в Осетке Аниси не повстречался дотошный сторож и не расспросил ее обо всем, как есть, вплоть до того, как они в свое время жили с мужем. Уверившись в том, что с мужем они жили в любви и согласии, добрый человек и посоветовал Аниси Тимофеевне отправиться в комендатуру и все доподлинно выяснить. «Обману быть не может», заверил сторож-инвалид, и даже потихоньку подтолкнул Анисию Тимофеевну к комендатуре, которая находилась здесь же, на станции, и о которой Анисия Тимофеевна до то ли не имела и понятия, а узнав, что такая есть, почему-то немного испугалась, и потому входила в нее не без робости и даже слова путного не могла вымолвить, а только подала ту самую телеграмму, которая и привела ее на станцию. Но военный, еще не старый, но уже седой, прочитав телеграмму, вдруг обрадовался Аниси Тимофеевне, будто все эти дни только ее и ждал, и как дорогую гостю начал усаживать на табуретку и радостно осведомился, так вы и есть мамаша Васятки. Анисии Тимофеевне ничего не оставалось сделать, как подтвердить, что именно она и есть мамаша Васятки. И когда она назвалась матерью Васятки, военный подозрительно посмотрел на Анисию Тимофеевну, вроде бы усомнившись в том, что она может быть матерью Васятки. Шел тогда Анисии Тимофеевне всего двадцать третий год, а от худобы выглядела она и того моложе, совсем на девчонку смахивала обличием. Военный же не стал больше расспрашивать о чем-либо Анисию Тимофеевну, а открыв форточку, прокричал в нее «Васятка, кончай катание, мать пришла!» И через минуту в колени Анисии Тимофеевны ткнулся мальчишка лет шести-семи, а потом начал целовать ее и приговаривать «Маманя родная!» И обласканная обретенным сыном Анисия Тимофеевна стала тут же кормить его тем, что взяла с собой на дорогу, а военный вскипятил чай и, угощая мать с сыном, очень радовался их встрече. И Анисия Тимофеевна тоже за радостью забыла даже расспросить военного, каким путем «Васятка» оказался у него. «Васятку» же она считала не совсем удобным расспрашивать о чем-либо. Мать родная и вдруг чего-то не знает о сыне. Все разъяснилось после того, как спустя несколько дней пришло письмо от мужа, скуповатое на слова письмо, но суть понять можно было. Подобрал солдат Бельчиков мальчишку на сельском погорелье, подобрал, когда ходил в разведку. Отца и мать его немцы убили. И был в том письме наказ строгий беречь «Васятку» как сына родного. Вскоре в ключках кто-то в шутку изображавшего советского советского солдата со спасенным ребенком на руках, то Василий Бельчиков был твердо убежден, что скульптор наверняка знал о подвиге его нареченного отца и своял именно их отца и сына. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова